Это контент «Вдохни или умри». Всем привет, с вами Александр Усольцев и это «Московские новости недели». Контент для тех, кто хочет постоять за себя. Каждые выходные у нас теперь как последние и еще целый ворох новостей пришел из Зеленограда, поэтому сегодня мы будем гулять здесь и заодно пройдемся по легендарным местам, где Лапенко снимал свои видео. Смотрите внимательно и тренируйтесь. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, не выходить на работу и постараться ограничить свои перемещения по Москве. Призвал многих работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный режим по возможности. И в частности 30% сотрудников мэрии с этого понедельника переходят на дистанционную работу. В пятницу еще пришло сообщение, что из-за ситуации с COVID-19 вводят в строй резервные медицинские мощности. Я не хочу нагнетать, но похоже нас ждут последние, не просто теплые выходные, а просто последние выходные в этом сезоне. Дохни или умри. Более того, по метро, по различным заведениям и ресторанам пошли рейды, проверяют перчатки, маски и вообще соблюдение режима. И в частности уже достоверно известно, что, например, ЦУМ, ЦУМ, Центральный Универсальный Магазин, оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение. Да, елки-палки, заходите в любой супермаркет, там половина народу, как минимум половина народу уже без масок. Но поедем с вами дальше и обратимся к более позитивным новостям. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на этой неделе заявил, что 150 километров набережных в Москве благоустроят. То есть сделают там и лавочки, и зелень, и вообще сделают какие-то места для отдыха. Но в данном случае уже на 70 километров набережных работы идут, и будет набережных еще больше. Сейчас показывают оптимистичные рендеры, например, как в районе метро Кутузовская сделают набережную со спуском к реке рядом с театром. И показывают еще отдельно парк 850-летия Москвы. Ну, это район Марьино, где всегда Москве 850 лет. Там, ну, кроме того, что парк уже был некоторое время назад переделан и благоустроен, там сейчас делают еще больше, еще больше расширят. И даже обещают специальную зону для запуска дронов и коптеров. Вообще-то это в Москве незаконно. В прошедшие выходные в Москве проходил московский марафон. Многие ожидаемо в соцсетях очень возмущались, что ужас, опять нам город закрыли и на машинке некуда проехать. Ну, уж я не знаю, город столько дней для машин, можно один день потерпеть. Но скандал был еще и не в этом. Дело в том, что последние 10 километров там лидировал, ну, как его называют, инфлуенсер, бегун Искандер Ядгаров. Он не профессиональный спортсмен, он работает в Яндексе, но очень много в своем инстаграме пишет про бег, всячески пропагандирует. В общем, он лидировал последние 10 километров. И последние 10 километров его просто максимально прижимал Юрий Чичун, как раз который профессиональный спортсмен, постоянно бегает. И он бежал не просто поджимал его, он бежал буквально в сантиметре от него. И периодически на что потом Искандер жаловался, что наступал ему на пятки и всячески психологически на него давил. И в конце концов, вот так вот, психологическим давлением, когда они подбежали к финишу, то Юрий делает резкий выпад и в результате выигрывает, да еще и показав некрасивые жесты Искандеру. Ну, в общем, беговое сообщество разделилось на два лагеря. Некоторые говорят, что, ну, вообще это очень некрасиво и нарушает все вообще этические нормы. И тем более, что это любительский марафон, участвуют в нем исключительно люди, непрофессиональные спортсмены. И вот применять в нем такие вот тактики не очень корректно. И еще и показывать неприличные жесты. Но, с другой стороны, люди говорят, что, а чего, это же тактика бега, а у нас, как на войне, все тактики хороши. Так что, вот тут каждый решает сам для себя. Ну, а тем временем на Пресне происходит плачевная ситуация. Там сохранился старый стрелочный пост железной дороги еще 19 века. Постройка, которую, как это ни странно, не поставили на охрану, а наоборот признали самостроем. И ее сносят для нового строительства. Там на месте активисты пытаются хоть что-то спасти, но видно, что против экскаватора приемов-то у них нет, увы. Вот Андрей Новичков, активист Архнадзора и, в принципе, очень человек такой небезучастный к культурно-историческому наследию, публикует у себя на странице в Фейсбуке горькие кадры, как уходит наша история. Самое печальное, что вот такие вещи, которые не стоят на охране, даже по закону их формально можно снести. Другой вопрос, что там нет какой-то разрешительной документации и прочего. Поэтому и нужна постоянная пропаганда хорошего и постоянное изучение собственной истории, чтобы вот такие вещи мы спасали заранее, а не когда их уже сносят. Знаете, я спорт очень сильно люблю. Здесь просто одна особа бегает. То есть вы не на футбол, а вы за ней пришли. Ну, ахуй романтик. Эх, пока мы с вами ездили тут по лесам-то, особо-то убежало. Будем дальше обсуждать московские новости. Здесь. Официальный департамент транспорта запустил у себя на портале, ну, точнее, на мост.ру, на своем подпортале, голосование о судьбе монорельса. Монорельс это вообще удивительная вещь, которую московские власти все каждый раз боятся выбросить с одной стороны, а с другой стороны, очень несут как чемодан без ручки, потому что монорельс у них ест деньги, а перевозят, вот они посчитали, регулярно монорельсом пользуются только 39 человек. 39 человек ездят на нем как вот прямо на регулярном городском транспорте. Остальные как-то то ли катаются, то ли время от времени пользуются. Самое печальное, что говорили о том, что там может быть трамвай запустят вместо монорельса, хотя эксперты говорят, что там изношены эти конструкции, и трамвай современный вряд ли удастся там запустить. Сами вагоны монорельса, они ветшают, и там даже часть из них разобрали на запчасти, чтобы чинить оставшиеся, потому что это был какой-то удивительный спецпроект Лужкова. И он так и не заработал. Мы про это уже много раз говорили, что единственное, что там связка вот эта вот до Тимирязевской, через железную дорогу, она прям очень критичная, потому что разрывает два района железная дорога. А в остальном там уже все дублируется транспортом. И, ну, видимо, какими-то такими хитрыми голосованиями, прочим-прочим-прочим, нас подводят к мысли, что монорельс, все, ну, нельзя его уже использовать. А ей, скорее всего, еще было бы подарком, если бы там какая-нибудь авария случилась, и сказали бы, что, ой, он еще и небезопасен. Но, так или иначе, судьба монорельса уже предрешена явно. Просто его стараются не создавать и лишнего негатива. Тут с одним троллейбусом пока хватает негатив разбирать. Просто ерунда. Зачем вообще я устрою? Зачем я работаю? Я захожу в трамвай, в троллейбус, везде все одинаковые, то же самое, все вокруг одно и то же. И вот каждую пятницу одно и то же. Ты сбегаешь, записываешь эти новости, потом отсылаешь их на монтаж, потом они выходят, отвечаешь на комментарии. Для кого все это? Для вас? Я живу. Вообще, зачем? Почему? Вот учишь, учишь, и все одно и то же. Одни и те же новости потом приходят. Тут снесли, там и на рельс убирают. Эх, история моей жизни. Мы стараемся, делаем. У нас четыре корпуса нашего НИИ. Я не знаю, сколько там людей работает. В общем, четыре корпуса, а только никакого. Было же время, работал я в офисе, ходил себе с девяти, там, до шести, до семи, уходил. И все было хорошо, и так и зарплата тебе капала, а сейчас вот это все бегаешь. Эх, работа в офисе. Предсказуемость и уверенность в завтрашнем дне. Эх, красиво все-таки в лесу. А знаете, где самое старое дерево в Москве теперь? Теперь оно официально в Ховрино. Там, в парке, у дуба поставили охранную табличку. И установили, что дубу 432 года. Что ж, поздравляем, дерево-долгожитель. На этой неделе вице-мэр и глава департамента транспорта Максим Лексутов анонсировал, что мы теперь готовы запустить так называемый народный каршеринг. То есть запустить систему, которая позволит каждому жителю Москвы сдавать свою машину в аренду. Ну, 90% времени машина же стоит у вас во дворе, так чего бы на ней не заработать. И вот тут сразу несколько нюансов. Во-первых, давно про это уже говорили, и все скептически к этому относились, но все равно разговоры такие продолжались. А во-вторых, ну, может быть, это будет интересно прокатным компаниям, таксопаркам и прочим. То есть возможность запустить свой каршеринг в таком мини-варианте, не строя какие-то огромнейшие схемы и схемы лизинга особенно. Вряд ли кто-то свою личную машину отдаст каршеринг, потому что, как вы понимаете, там не только отношение к этой машине другое у тех, кто ее арендует, а, возможно, вообще машину повредят, а вы этого не заметите. Так, например, на этой неделе полиция арестовала двух предприимчивых злоумышленников, назовем их так, которые успели навредить почти 40 машинам каршеринга. Вредили они, вообще непонятно, как их нашли. То есть это вот все-таки молодцы оперативники, как-то выследили. Потому что они снимали с машин катализаторы. То есть это в выхлопной системе каталитический нейтрализатор. Ну, оперативники утверждают, что там драгметаллы они тут выплавляли. Хотя, чтобы выплавить драгметаллы из этой сетчатой структуры, и сколько там грамм ты выплавишь, да и как потом их сбыть. Потому что сбыт драгметаллов неучтенных, это уголовная статья. Скорее всего, они просто их продавали на разборке, вот эти вырезанные катализаторы. Ну, а каршеринговая машина, ты что? Они арендовали ее, сняли с нее катализатор, снова завершили аренду. Ну, может быть, через некоторое время там загорится, проверьте двигатель. Но когда еще отвезут ее на сервис, и кто там догадается посмотреть, что там катализатор, просто сбросит эту ошибку и все. Машина без катализатора, она становится просто экологически грязной. Но своих технических характеристик, она, ну и свойств потребительских, она не лишается. Ездить будет абсолютно точно так же. Большой брат будет следить не только за Москвой, но и за другими городами. Партнер Департамента информационных технологий Москвы, компания «НТЕКЛАБ», заявила, что сейчас договаривается с еще десятью городами о том, что там будет внедряться система камер с распознаванием по лицу, которая помогает не только ловить преступников, находящихся в розыске, но и следить за соблюдением самоизоляции, что, возможно, в ближайшее время может пригодиться. В общем, не раскрывается, в каких городах будет эта система действовать пока что, но говорят, что только один город раскрыли – это Нижний Новгород. На дюжине перекрестков Москвы установили новые светофоры, ну, точнее, дополнительную секцию к основному светофору, где показывает водителям, что одновременно со стрелкой включается и зеленый сигнал для пешеходов. Это удивительный пример, когда мы сначала создаем себе проблемы, а потом их сами героически решаем. В 2014 году изменили нормативы и запретили поворачивать направо при включенном для пешеходов зеленом сигнале светофора. Регионы это проигнорировали вообще в массовом порядке, и все, кто путешествует по России, знают, что, когда направо поворачиваешь по светофору, часто надо смотреть, не идут ли пешеходы на свой законный зеленый и уступать им, хотя это делается наперекор всем нормативам. В Москве начали перенастраивать фазы, перенастраивать всю систему, потом решили, что что-то очень долго пешеходы ждут, пусть давайте мы им разрешим, чтобы дольше не стояли машины, чтобы дольше не стояли пешеходы, разрешим вот такую смешанную систему. Но вместо того, чтобы просто разрешить поворачивать на красный направо, сделали типичный пример, что мы сейчас усложним систему, потратим еще какие-то миллионы на ее перенастройку и на закупку дополнительных светофорных секций, которые будут всех только путать. Эксперимент пошел, увидите такие светофоры, не пугайтесь. А Яндекс опять продолжает захватывать мир. В данном случае появилась маршрутизация для грузовиков в Яндекс.Навигаторе. Казалось бы, мелочь, но там изучили 10 тысяч километров, все знаки учли, то есть где нельзя ездить грузовикам, какие габариты мостов, проездов и прочее, прочее, прочее. Удобно? Удобно, конечно. Но просто потом не удивляйтесь, транспортные операторы, когда как с такси произойдет, что таксопарки станут все работать на Яндекс и без комиссии Яндекса не смогут работать в принципе на рынке. Видимо, та же самая ситуация ждет и грузоперевозки в России. Яндекс на этой неделе показал, ну точнее даже не показал, утекла в сеть тройка фирменная, очень красиво сделанная, там прозрачная тройка и в ней в виде буквы «Я» сделана антенна, на которую, собственно, турникет реагирует. Очень классно, я бы себе такую приобрел. На этой неделе Яндекс скупил полностью Тинькофф Банк. И вот тут начинаешь задумываться, не ждет ли нас будущее, когда, ну, задолжали вы 10 тысяч по кредиту Тинькоффу, для вас заблокирована Яндекс.Лавка, Яндекс.Такси, то есть все такси, для вас заблокирована продажа билетов и поиск, но за границу, может быть, вы еще сбежать успеете, если вас Яндекс.Таможня не задержит. А, ну да, на машине вы тоже никуда не убежите, потому что у вас Яндекс.Навигатор и все ваши движения отслеживаются. Так что большой брат от Яндекса – это пострашнее камер, которые распознают лицо от Департамента информационных технологий. Ну, а у нас новый рекорд на рынке недвижимости. В Красногорском районе кто-то выставил на продажу апартаменты площадью 6,5 квадратных метров. 6,5 квадратных метров, да еще и со всеми удобствами. Там, пожалуйста, и унитаз за перегородочкой, и диванчик стоит, и даже стиральная машина напротив дивана. Ну, если вы сядете, там коленки будут упираться, но она же есть. Миллион 150 тысяч. Так что расхватывайте. Мы уже посмотрели, какой законный вандализм происходит в Пресненском районе, где сносят башню 19 века. Ну, а узаконенный вандализм происходит и в Зеленограде сейчас. Потому что вот есть здесь площадь Юности, одна из центральных площадей этого района Москвы, пусть удаленного, но Зелау. И Зеленоград это вообще, в принципе, такой заповедник модернизма советского, где лучшие архитекторы строили. И, в частности, на площади Юности большая мозаика, которая не только снаружи, но она уходит еще внутрь здания универмага, где сейчас располагается, ну, X5 ритейл-группа, в частности, Перекресток. Вот эту мозаику сейчас где-то закрывают гипсокартоном. Ее не показывают, как она выглядит на самом деле местным активистам и местным СМИ. Вроде как бы говорят, что ее хотят... Кто-то говорит, что хотят уничтожить. Кто-то говорят в пятницу, что вот... Ну, какой-то такой рендер появился, что, мол, там стеллаж поставят, а на самом деле сверху она там часть этой мозаики будет. И при этом в документах, которые охраняют этот фасад, написано, что мозаика по фасаду. И... Но при этом, когда проектировали архитектора, то есть это же единый комплекс, который фасад постепенно продолжается внутрь. И вот эта связь, она после ремонта, скорее всего, потеряется. Жаль, но не умеют у нас ценить высокое искусство. Не так давно здесь же, с одной стороны, сохранили на этой площади юности кинотеатр «Электрон», а с другой стороны, обшили его максимально мерзким вент-фасадом. И общий ансамбль с созданием универмага и рестораном, он стал теряться. Если раньше можно было в Зеленоград приезжать за советским модернизмом 60-х годов, еще не испорченным, то еще, ну, 2-3 года такого благоустройства, и ничего не останется. И мы снова у этих зданий клюшек, как в народе их прозвали, в которых располагались в советское время, да и сейчас располагаются некоторые секретные НИИ. Не уж не знаю, чем там занимаются эти НИИ в Зеленограде, но именно за этими клюшками катамаранов искал в Щепкином болоте свои подболотники. Есть в Зеленограде и свои арт-объекты. Вот оцените, как одна зеркальная мастерская при въезде на свою территорию обыграла, казалось бы, стандартную, максимально знакомую всем секцию бетонного забора. Красота! Еще одна плохая новость для жителей Зеленограда, и теперь уже такая совсем уж практичная, с которой столкнутся, скорее всего, все, кто ездит через станцию Крюково. Потому что у нас же делают Д3 диаметр, который пройдет из Зеленограда в Раменке, и для этого нужно будет здесь сделать еще целых два пути. Эту станцию и без того постоянно переделывали, то под Сапсаны, то под Ласточки. Сейчас здесь полнейшая неразбериха. Там один переход ведет туда, другой сюда. Тут забор, там перекрыто. Там есть турникета, тут нет. И в результате, в результате одна надежда, что не снесут, по крайней мере, историческое здание Крюково, станции Крюково. Что, в общем, вроде как обещают оставить. Но как будут переделывать здесь станцию, пока совершенно непонятно. Есть подозрение, что полностью придется сносить платформы и их сдвигать. Информация абсолютно разная. Поступает от властей и каждую неделю какие-то обновления информации. Так что будем следить, потому что это затрагивает непосредственно всю Москву и один из ее диаметров. И еще одна не совсем радостная новость для жителей Зеленограда. Зелау. Поля на окраине Зеленограда, скорее всего, будет застраивать компания Пик. Большие поля, которые некогда были отведены по Центр информатики и электроники. Здесь в 80-х годах намеревались создать такое кольцо. Еще самое интересное, что до появления штаб-квартиры Apple. Здесь хотели что-то эдакое построить. И здесь, чтобы производилась и электроника, и дискеты, и вообще суперкомпьютеры, и все такое в Зеленограде. Но не получилось. В 80-е годы пошли совершенно по-другому, чем планировалось изначально. И в результате остов этого Центра информатики и электроники, он остался. До сих пор возвышается неподалеку от станции Крюково. А за поля долгое время боролись разные застройщики, юрлица. Потому что они тут неподалеку от станции находятся. Да и, в принципе, очень красивая здесь живописная местность. Так что скоро и здесь может возникнуть гетто. Ну и напоследок, куда пойти в эти выходные. Напомню, что в эти выходные закрывается участок Арбатско-Покровской линии между Молодежной и Парком Победы. Там будут строить большую кольцевую линию. И поэтому закрыта будет большая часть синей линии, которая уходит в сторону Молодежной, аж до 5 октября. То есть всю следующую неделю. Так что планируйте пути объезда. И особенно, если вы живете в этом районе или вам что-то понадобится в этом районе в ближайшую неделю. Ну а куда пойти-то? Постарайтесь быть на улице, постарайтесь провести эти выходные с пользой. Потому что у нас не только по погоде, возможно, последние выходные. Но и очень вероятно, как вы понимаете, введение дополнительных ограничительных мер. А то и вообще снова самоизоляции. В Фуд-Сити пройдет трак-фест. То есть фестиваль больше грузных автомобилей. И если вы фанат, обязательно туда съездите. У нас в выставочном зале Союза художников России в новой Третьяковке Энди Уорхол. Я уж не знаю, там принты или оригиналы. Но все у нас написано в отдельной публикации, которую мы всегда делаем на нашем сайте. Там много чего еще дополнительно написано, куда бы мы рекомендовали пойти. Ну и, конечно же, приходите на наши экскурсии. И в эти выходные гуляем, как в последние. Проводим время на воздухе. Мы очень стараемся, чтобы наши экскурсии были максимально безопасными. В субботу в 12 часов я проведу свою, на самом деле, даже самую первую и одну из любимейших экскурсий по Булгаковской Москве. Я с этой экскурсии начинал еще лет 15 назад в Булгаковском доме. Так что приходите в 12 часов к саду Аквариум на метро Маяковская. Это буквально 100 метров от выхода из метро Маяковская. Сад Аквариум в 12 часов. В субботу Александр Иванов будет рад с вами погулять по Причистенке и Остоженке. И рассказать об архитектуре модерна. О той архитектуре, которую мы все прекрасно знаем и любим. И все эти изящные растительные мотивы. И вот это дореволюционное роскошество Остоженки и Причистенки. Встречайтесь с Александром Ивановым в 13 часов у метро Кропоткинская, у памятника Энгельса. То есть от метро Кропоткинская переходите и вот у памятника начинаете. В воскресенье в 13 часов великолепная Татьяна Воронцова поводит вас по дворикам Чистопрудья, как она это называет. Это совершенно уникальный маршрут по проходным дворам без выходов на основные улицы. Где вообще такое увидишь? Встречайтесь с Татьяной у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, у выхода из метро Чистые пруды, соответственно, в 13 часов. В 14 часов Александр Иванов проведет вас по району Швивые горки из Аяузии. Очень колоритный район, который с холмами, улочками. Встречаетесь вы с ним у выхода из метро Таганская, кольцевая, там один выход, прямо на площадке около выхода. И, конечно же, мы продолжаем наши виртуальные прогулки. В это воскресенье в 18.30 на этом канале состоится стрим. В ходе прямого эфира мы прогуляемся по улицам города, посмотрим на интересные дома и послушаем истории города. А где мы будем гулять? Выбирайте вы. К этому видео будет закрепленный комментарий, а к нему три комментария с вариантами прогулки. Голосуйте за понравившийся вам вариант и его мы реализуем в это воскресенье. Ну а я здесь с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Напишите мне в комментариях, стоит ли сделать отдельный фильм про Зеленоград, как мы сейчас досняли в Тушино и выпустим в течение месяца. Традиционно ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал и лайк обязательно поставьте. Это очень важно для продвижения канала. Всем пока. С вами был Александр Усольцев. До следующей недели и нового выпуска новостей.